Представлять, наверное, не нужно. Нет, ну кто-то не знает. Я не скажу. Нет, тогда я скажу. Вот, что вы сонышки, вы в этом году решили по-другому организовать курс, обязательно, что у вас прям стоит блог естествознания, а вот здесь, господин Александрович, скажет, не скажет, не скажет. Нет, ну не начали, я как раз хотела, не только хотела сказать, что вы начали заявить, что у нас сегодня по понедельник, у вас будет читать курс современных проблем на основании, но как-то так же, в котором разные специалисты будут рассказывать о разных властях, но этот курс, несмотря на то, что он не является целиком, от начала конца как-то спозным, тем не менее, вот он считается у нас обязательным, да? Да, он обязательный, благие эти спознания. Поэтому у вас, по действующей программе, вам надо будет потом сдавать экзамен. Нет, зачет, зачет, зачет. Да, зачет, ну не важно, если будет зачет, это означает, что вам желательно, конечно, не выходить, потому что потом очень трудно, вы не жители, да. Те, кто не будут пропускать, мы поставим зачет автомата, потом, да. А те, кто пропустит, комиссия, у кого идет, Константин Александрович, Олег Юрьевич, и от кафедры не будет, и, скорее всего, и я, и главный. Ну, короче говоря, да, ну, старайтесь не пропускать. Ну, поймите, который будет. В конце концов, вы можете брать с собой компьютер, так что и записывайте, если хотите. Что еще сказать? Ну, сегодня первая лекция. Первая лекция будет Олег Юрьевич Малков, который является ведущим нашего сотрудника института астрономии и работает у нас на полставке. Ну, на какой-то уровень, на какой-то уровень, на мелкой доле, работает у нас меньше. И лекция эта будет посвящена проблемам звездной астрономии, разменам звездной астрофизики. Очень важным моментом. Казалось бы, со школьных лет, знаете, то, что электронные 4,2 квадрата 7,4 квадрата 4, а масса, осветительность на массе в такой-то степени. Вот, оказывается, поскольку это основополагающее соотношение для, так сказать, для огромного количества астрономических исследований и привлоков, все основные на этом, ну вот, Олег Юрьевич очень подробно и детально сегодня постарается вам об этом сказать. Ну, все, дорогие коллеги, я не буду отнимать наше время именно от лектора. Значит, вперед, действуем. А сколько человек нужно уходить? Весь пятый курс, сколько, 17? Кто у вас старостный? В 19-м? В 19-м? Мастые старосты, я знаю, что в моей группе 5 человек. А, то есть, у вас не универация, но... В 19-м, я посмотрю. В 19-м, ладно, давайте. А кто будет учет вести? А, нет, пятый курс. Да. Да, шестой курс, в 19-м. Хорошо, неважно. Я в эту учет. Кто будет учет посещаемость? Я в эту учет. Ну, все, если вы по каким-то причинам не можете прийти, вы можете решить записку, что вот не могу прийти, в связи с болезнью сына. Ладно, договорились. Ну, все, ребята, давайте вперед, работайте. Дорогие друзья, ну, прежде всего, я вижу в зале знакомые лица, рад их видеть. И, следовательно, Иван тоже, какая-нибудь часть из вас увидит на стенке знакомые слайды. Так что тоже, я надеюсь, отличь восприятия вами этого материала. Номинально моя лекция называется «Двойные звезды. Соотношение масса-светимость». Но в процессе подготовки этой лекции я осмелился несколько раз ширить тему. И вот почему. Соотношение масса-светимость, расследователь из его названия, связывает между собой чрезвычайно важное, одновременно очень плохо определяемое изоблюдение параметров под названием масса звезды и гораздо более легко определяемый параметр, который называется «светимость». И используется оно астрономами для того, чтобы оценить, вычислить массу звезды из его светимости для разных целей, основная из которых – это получение так называемой начальной функции массы. Я в основном буду говорить про соотношение массы-светимость, про начальную функцию масс, постараюсь говорить тоже, поэтому давайте неофициально считать, что лекция называется вот так. Двойные звезды никуда не деваются, они являются источником и наших знаний, и помех на пути определения начальной функции масс, а что это такое, мы сейчас с вами разберемся. Курс наш называется «Проблемы современной астрономии», поэтому я в основном постарался рассказывать вам не об успехах и достижениях, а о нерешенных вопросах, которые стоят перед нами, ну вот в этой области в частности. Насколько это важный вопрос – знание начальной функции масс? Ну вот существует такой источник сведений под названием «Википедия», а в ней существует статья под названием «Астрономия», я говорил об англоязычной «Википедии», это довольно длинная статья, хорошо скульптурированная, интересно, рекомендую вам почитать. В частности, существует план этой статьи, и в оглавлении есть такая позиция, которая называется «Основные проблемы». Вот давайте сейчас прыгнем в этот раздел «Основные проблемы». Он выглядит примерно вот так. Здесь, конечно, рамы-гамы-вспышки, и проблемы возникновения и поиска жизни, и темная энергия, и темная материя, но первым пунктом в списке основных нерешенных проблем в современной астрономии стоит вопрос о начальной функции масс, который здесь называется и начальной функции масс, и спектром масс. Это действительно чрезвычайно важная вещь. Какое-то время назад нам казалось, что эта проблема лишена. При каждом пристальном взгляде на нее выясняется, что нет, что это утопия, так считать. Ну и с основными вопросами, которые здесь возникают перед астрономами, я сейчас вас постараюсь познакомить. После короткого введения я расскажу, что мы знаем о двойных звездах, ну, в споре нашей лекции с вами. Потом мы долго будем разговаривать о соотношении масс-сосветимость, как именно получаются соотношения масс-сосветимость из наблюдательных знаний о двойных звездах. Потом поговорим о функции светимости и функции масс. Вы увидите, что это будут вполне уместные разговоры. Вот и будет коротенькое заключение. Ну вот, как всегда, в обведении мы должны определиться, с чем, собственно, мы имеем дело. Фундаментальной проблемой звездообразования и звездной эволюции является вопрос о массах образующихся звезд. Поскольку эволюция звезды определяется в основном ее начальной массой, то распределение по массам звезд, образующихся в данном месте в данное время, именно она называется начальной эволюцией массы, является ключевым вопросом для понимания строения и эволюции звездных систем. К этому слайну я могу дать один комментарий. На самом деле, конечно, эволюцию звезды определяет только масса. Это и... А можете вы сказать, что еще? Химсостав. Здорово. Еще? Ну, наличие компонента рядом с тобой. Тоже неплохо. Ну, собственно, мы почти все перечислили. Да, действительно, химсостав. Ну, некоторым приходит в голову скорость вращения звезды вокруг своей оси, магнитное поле, естественное наличие компонентов. Да, но в первом приближении, конечно, масса, именно масса определяет рабочую звезду. То есть, если вы назовете астроному массу звезды, то он вам не надо скажет, что с этой звездой будет через 10 миллионов лет после рождения, 10 миллиардов, если ты живу, и так далее. Именно поэтому нам так важно, нам так нужно знать начальную функцию массы, и мы обязаны преодолевать все сложности на пути к ее получению. Итак, начальная функция масс описывает процесс рождения звезд и определяет эволюцию диаграмм, где много раз своих собственных и других диаграмм, которые нам злоберосудится построить по звездному алсамбру по галактике или по галактике или скоплению, и не только диаграмм, то есть только распределение, но и интегральные причины звездной системы. Астрономы ввели такое понятие, как история звездного образования, и считают, что это понятие можно формально разложить на две функции. Одна зависит только от времени, другая только от массы. Вот это начальная функция масс, а вот это скорость звезда образования, то есть количество взлет, которое образовалось в данном звездном алсамбе и единицу времени. Астрономы некорректно предполагают, что эти вещи можно вот так разнести по разным функциям, одновременно понимая тихаря, что это не очень корректно. На самом деле существует серьезное свидетельство в пользу того, что, скажем, начальная функция масс зависит от времени. Другими словами, начальная функция масс на ранней стадии эволюции нашей галактики, скажем, была немножечко другая. Я не буду на этом останавливаться надолго, хочу только сказать, что с вот этой позицией в принципе можно жить и сотрудничать, но нужно всегда помнить о том, что это приближение. И для исследований тонких эффектов нужно понимать, что этому верить можно не всегда. Как я уже сказал, масса – это наиболее трудно проведемо определяемая причина, определяемая параметр звезды. И поэтому мы вынуждены отказаться от ситуации, когда мы просто сидим и пересчитываем массы наблюдаемых звезд, их масса известная. А то было бы здорово, мы бы пересчитали, мы пооценили массу каждой звезды, построили распределение, ну, например, дифференциальное распределение этих звезд по оцененным массам. И вот вам, пожалуйста, собственно, то, что мы искали. Нет, к сожалению, так легко у нас не получится. Практически невозможно производить прямые подсчеты звезд в единичном интервале масс, так как масса более или менее надежна и известна только для компонентов не только типов дворейных. О типов дворейных мы с вами будем попозже говорить. А количество таких компонентов, для которых мы более или менее точно можем определить массы, удручающие мало. Ну, пару, может быть, тройку сотен всего-навсего. То есть для прямого получения функции массы этого количества конечно-навсего недостаточно. Поэтому хитрые астрономы идут на разные ухищрения, простите за эту автономию, и пытаются строить распределение звезд по чему-нибудь более достойному. Это что-нибудь, это как правило светимость. Сразу хочу сказать, что мы не обязаны строить распределение звезд по светимости. Есть другие параметры, тоже сравнительно легко определяемые, но и несколько тройный тип. И в некоторых случаях, скажу попозже, в каких, астрономы предпочитают использовать это. Но в подавляющем большинстве случаев, во-первых, легко, и во-вторых, понятно, что с этим дальше делать, имеет смысл построить так называемую функцию светимости. Светимость тоже, конечно, параметр, который на поверхности не лежит. Вам для этого необходимо знать не только блеск вашего объекта, но и оценить расстояние до него. Но даже расстояние – это параметр гораздо более легко определяемый для индивидуальной звезды, для изоляционной, скажем так, звезды, чем масса. Таким образом, у вас есть некие соображения, по которым вы можете оценить, оценивать светильность вашего звездного ансамбля, например, звезд поля или звезд скопления, или звезд в направлении на определенном направлении на небе, но зато глубоко. И то, что вы получите, будет называться современная функция светимости. Прилагательная современная здесь стоит не просто так, в том, что мы должны понимать, что когда мы говорим о начальной функции, будь то начальной функции массы, начальной функции светимости, то мы имеем в виду распределение звезд по этому параметру, на единицу этого параметра, на единицу значения этого параметра, момент образования. А то, что мы наблюдаем сейчас, это уже процесс эволюции. Вы помните прекрасно то обстоятельство, что более массивные звезды эволюционируют быстрее, чем менее массивные. Это, в частности, приводит к тому, что массивные звезды, которые мы наблюдаем, О, Б звезды, они все родились вчера-посвчера, не раньше, но я утрирую, конечно. А вот когда мы говорим об алсампле, скажем, М-кадрик, то здесь мы имеем комфорт из всего, что образовывалось в галактике за 14 миллиардов лет. Это и вчера образовавшиеся звезды, и один, и 14 миллиардов лет назад, они никуда не делись. Они все сидят еще на главной последовательности, неторопливо ждут их дорог, а некоторые еще тоже ползут в главной последовательности. Другими словами, за эти эффекты вы должны уметь исправлять ваше наблюдаемое распределение, если вы хотите получить из современного, из наблюдаемого распределения начальное распределение. Ну, как бы то ни было. Итак, вы получили современную функцию светимости, мы к ней вернемся чуть попозже, немножко поподробнее об этом расскажу. В вашем распоряжении есть соотношение массы светимости, то есть есть калибровочное соотношение, которое связывает между собой массы светимости. Для построения калибровочного соотношения в общем нескольких сотен, ну, а, ну, конечно, даже десятков звезд достаточно, если вы занимаетесь построением именно калибровочного соотношения. Так вот, если такое соотношение есть, то вы можете превратить вашу функцию светимости в функцию масс, потом поправив ее за ту самую эволюцию, о которой мы с вами говорили, то есть учтя уже погибшие массивные звезды, превратившиеся в реликвидические объекты, можете получить начальную функцию масс. Много лет назад Эдгилл Салпитер, классик в этой области, или только в этой, именно таким путем получил начальную функцию масс, это была пионерская работа, классическая. У него получилось, что начальная функция масс имеет степенной характер, вот такой, с вот таким коэффициентом, на вот таком диапазоне масс, масса здесь и в будущем, если не указано другое, даются в массах Солнца. С тех пор прошло много лет, и много раз функция Салпитера подвергалась иметь. Вот этот веник представляет из себя несколько начальных функций масс, полученных разными авторами, здесь даются годы, в которые была опубликована та или иная начальная функция масс. Можно видеть, что да, и это двойная логритмическая шкала, поэтому степенная функция Салпитера, вот красный фруктив здесь, изображен в виде прямой элиты. На самом деле, здесь немножечко некорректно нарисована функция Салпитера, как я вам предъявил на предыдущем слайде. Салпитер продлил свою начальную функцию масс только до 4-х десятых масс Солнца. Здесь авторы этого рисунка занимались простой эстрополяцией в маломассивную область. Можно видеть, что большинство авторов, которые занимались релизией начальной функции масс, предпочли падение этой функции к малым массам. Салпитера и некоторые последователи считали, что начальная функция масс продолжает расти к малым массам. Вопрос, откуда, понятно, что не в бесконечности, иначе мы бы с вами столкнулись с чисто математическим паразоном, с физическим тоже. Вопрос о нижнем пределе масс образующихся звезд сам по себе интересный. Мы об этом сегодня говорить не будем или почти не будем. Но наблюдения показывают, что, по-видимому, начальная функция масс имеет некий максимум, а может быть даже и два. То есть мы с вами видим, что существовали работы, в которых было показано, что функция масс бимогальна. То есть имеет два максимума. И при переходе к меньшим массам начинается падение начальной функции масс. Здесь тоже не все, слава богу, в массивных звездах. Но здесь астрономы, может быть, не так трепетно относятся к этому вопросу, потому что этих звезд мало. И хотя они, да, они определяют, скажем, химическую воду галактики, потому что именно благодаря им происходит ротация тяжелых элементов в нем в звездном ансамбле. Но вот, скажем, фотометрические эволюции звездных ансамблей галактики, в частности, они принимают гораздо меньшее участие. А уж тем более в решении таких интересных проблем, как проблема скрытой массы, здесь массивным звездам уделяется меньше внимания, меньше внимания и будем уделять им, хотя немножечко еще поговорим. Следующая проблема, перед которой столкнулись астрономы, оказалась следующая. Существует сведения о том, что начальная функция масса не является универсальной. Когда мы исследуем различные звездные агрегаты, скажем, различные скопления, различные ассоциации, отдельные звезды поля, отдельные рассеянные скопления, шаровые скопления, мы, вообще говоря, получаем различные начальные функции массы. И это нехорошо, потому что универсальность начальной функции масса была бы понятна. Если же мы действительно, вот то, что мы имеем в наблюдении, а здесь показано для различных звездных ансамблей, их этикетки, показан вид начальной функции массы, здесь большие массы, здесь маленькие, шкала, опять-таки, логаритмическая здесь и здесь. Так вот, как только мы обнаруживаем различия начальной функции масс для различных ансамблей, мы не должны как-то объяснять. Объяснения, конечно, следуют. Это и проблемы с разным возрастом, проблемы с разным химическим составом, но нельзя сказать, что удовлетворительность на сегодняшний день, вот эта неуниверсальность объяснена. Ну так вот, это было введение, то есть здесь я постарался показать вам, что вопросов по поводу формы и образования начальной функции масс гораздо больше, чем ответов, ну и в дальнейшем я постараюсь эту позицию усилить. Теперь поговорим о двойных звёздах. Несколько вещей я хотел сказать об этих интересных объектах. Ну, двойственность вообще широко распространена в астрономии и не только в мире звёзд существуют двойные галактики, существуют такие двойные системы, как система звезда-планета или планетный спутник. В общем, двойных объектов, по-видимому, на ней больше, чем одиночных. И даже вот эта красота, к которой подлетел New Horizons, Ультима Дури тоже оказалась почти двойной в мире картинку, это нечто, что, по-видимому, в недавнем прошлом было двойным объектом, а потом оно слиплось. Но не это тема для нашей лекции. Итак, двойные звёзды многочисленные. Определить дури двойных систем довольно сложно. Мы немедленно должны оговариваться, о каком собственном ансамбле мы говорим, на каком уровне полноты мы говорим об этом ансамбле. Но если вы в разговоре с коллегой ляпнете, что до 90 звёзд входит в состав двойных экранных систем, то вы окажетесь недалеко от истины. Двойные звёзды чрезвычайно важны. Я не буду перечислять все вопросы, которые помогают нам решать двойные звёзды. Вы об этом много услышите в курсе, в нашем курсе современной проблемы. Астрономия двойные звёзды – это, конечно, незаменимая астрономическая лаборатория. Я скажу только об одном, который касается нашей лекции. Массу звезды и вообще массу астрономического объекта вы можете определить только если этот астрономический объект вытягивает гравитационное взаимодействие. Для одиночной, для изолированной звезды массу определить невозможно. Вы должны иметь что-то, обращающееся вокруг этой звезды, или чтобы ваша звезда обращалась вокруг чего-нибудь. У звезды по имени Солнца мы можем определить массу только потому, что вокруг нее обращаются планеты, а у компонентов двойных звёзд можете определить массу именно потому, что вы наблюдаете это движение и каким-то образом вы умеете параметризовать. Как именно вы можете наблюдать обитальные движения, мы поговорим с вами через слайд. Двойные звезды в смысле своих наблюдательных типов весьма разнообразны, но прежде чем мы до этого дойдем, я хотел бы короткий терминологический вопрос с вами разобрать. Вы, конечно, помните из старшей группы детского сада, что существуют так называемые оптические пары. Вот здесь находится Земля, вот здесь находятся две звезды. Для наблюдателя Земли эта пара будет представляться очень тесной, видимо, двойной системой. Хотя на самом деле, если приглядеться, а что значит приглядеться? Скажем, изменит собственное движение этих объектов, а еще лучше изменит их параллакс, а еще лучше и то, и другое. Так вот, если вы измерили всю эту астрономитель, вы обнаруживаете, что это оптическая пара. А вот реальная двойная звезда, действительно гравитационно связанная пара объектов, которые застуканы в орбитальном движении и, следовательно, да. В этом смысле английский язык превзошел русский. В английском языке для вот этого и для вот этого существует два разных тема. Вот это называется пара, а вот это все называется double stars. В русском языке мы не изобразили ввести различные прилагательные, мы все это называем двойные звезды, и я обращаю ваше внимание, что сегодня двойными звездами мы будем называть только вот это. Про оптические пары мы говорить не будем или почти не будем. Теперь о наблюдательных типах. Мы с коллегами нарисовали такую картинку, на которой, во-первых, постарались перечислить все наблюдательные типы двойных, сейчас я эти законы не вам расшифрую, все наблюдательные типы двойных. Размеры этих областей никак не коррелируют с количеством объектов второго или иного наблюдательного типа, а вот пересечения и объединения этих областей говорят о том, что одна и та же двойная звезда может наблюдаться различными двумя, или даже больше различными методиками. Вот это визуальные двойные. Визуальные двойные, вы помните, это два объекта, которые наблюдаются на небе по раздельности, как две яркие точки. Среди них можно выделить так называемые орбитальные двойные. Это достаточно тесные визуальные двойные, настолько тесные, что за период наблюдений, скажем, за сто лет, которые вы наблюдаете эту звезду, они показали заметное орбитальное движение, настолько заметное, что вы можете определить элементы орбиты. А это уже много. Это дает нам путь к параметризации компонентов. Существует пара с общим собственным движением. Вообще говоря, они орбитального движения не показывают, это тоже две яркие точки на небе. Они показывают, они демонстрируют собственные движения, сходные по направлению и величине. Из чего вы делаете вывод, что эти два объекта, скорее всего, образовались в одно время, примерно в одном и том же месте. И, наверное, продолжаете вы свое развлечение, если бы мы могли продолжать наблюдать эту пару, не столь это, скажем, тысячу лет, мы, наверное, бы обнаружили все-таки орбитальное движение в этой паре. Но пока обнаружить не можем. Как бы то ни было, такой наблюдательный тип выделяется. Есть, как называемые, астрометрические двойные. Это та ситуация, когда вы видите один, чаще всего один объект, иногда два, но чаще всего вы видите один объект, который, демонстрируя заметное собственное движение, демонстрирует его нелеминность. То есть он идет по-либо вот так. Из чего вы делаете вывод, что нечто довольно массивное, но довольно сладенькое по блеску, отклоняет его с прямого пути, точнее говоря, привносит орбитальное движение в вот это сравнение, прямое мнение собственных движений. Хороший пример – это Сириус с его белым карликом. Когда белый карлик еще не открыли, об его существовании было известно именно потому, что Сириус, звезда с нами близкая, показывала вот такие вот фокусы собственного движения. Именно такие звезды мы называем астрометрические. Существуют так называемые интерферометрические двойные. Ну вот, учили меня не рисовать желтого цвета. Извините, пожалуйста, за эту желтую ринь, но я надеюсь, что вы ее видите. Двойственность объектов таких пар определяется, обнаруживается какими-то интерферометрическими методами. Ну, например, интерферометр. Под классом интерферометрических двойных являются двойные, я не знаю, до сих пор не придумал достойного русскоязычного аналога – оккультейшин. Это те самые двойные, двойственность которых обнаруживается и изучается покрытием этих звезд, прежде всего Луны, конечно. То есть вы можете наблюдать ситуацию, когда Луна покрывает некую звездочку, а эта звездочка вместо того, чтобы резко и сразу уменьшить свой блеск или вообще речь от Луны до нуля, делает это в два этапа. Еще вы делаете вывод, что экран Луны сначала покрывает один компонент, который вы не видите по отдельности, потом покрыл другой компонент, а газ – вода двойная. Говорите вы. Про скептероскопические двойные, я думаю, вам, лектор и всему, шкуру Ржеретт, довольно известный тип двойных систем. Двустренность этих систем обнаруживается из скептероскопических наблюдений и конкретно из перемещений линий в спектре двойных звезд из-за рефекта. Существует еще один, тоже достаточно многообещающий и хорошо изученный класс двойных систем, которые называются «забменные двойные» и «Кликсинбанерис», двойность которых, как стоит название, определяется из наличия задмений. Кроме того, существуют катаглизмические переменные, существуют оренгеновские двойные, существуют двойные звезды в радиопульсарах. И вот совсем недавно появился новый тип, который называется «гравитационно-волновой двойной». События регистрации гравитационных волн, как вы знаете, связаны с слиянием релятивистских объектов, черных дыр, недавних и нейтронных звезд. То есть здесь мы имеем дело с отдельным классом двойных систем. О некоторых из этих, я думаю, что я перечислил все или почти все наблюдательные типы двойных звезд на этом слайде, о некоторых из них мы поговорим поподробнее, как о многообещающих с точки зрения определения элементов орбиты и параметров компонентов. Но прежде всего я хотел бы напомнить аудитории о том, что, собственно, мы называем орбитальными элементами. Ну вот, предположим, мы хотим знать в какой двойной системе все, пусть пока не о параметрах компонентов, рассматриваем компоненты как просто материальные точки, материальные не важно. Но мы хотим знать все о орбите нашей двойной системы и перемещению объектов под этой орбите. Мы должны ответить на четыре следующие вопроса. Первый вопрос – это размер и форма истинной орбиты. Размер и форма орбиты, как сказал нам Кеплер, определяется не на параметрах. Это большая лось размера и форма, то есть степень сплюшенности, то есть эксцентриситета. Далее мы должны на этой орбите запустить один компонент вокруг другого. Для простоты я буду сейчас говорить о ситуации, когда один компонент существенно массивен другого. И таким образом мы можем считать, что центр массовой системы совпадает с положением главного компонента. В этом случае у антики достаточно двух параметров для того, чтобы вы могли в любой момент времени объявить, где находится ваш компонент, ваш вторичный компонент относительно главного. Это период обращения, и это некий нольпункт, то есть день, час, минут, секунды, в который этот вторичный компонент проходил в какую-нибудь замечательную точку. Например, Периас. Далее. Вы должны указать положение вашей орбитальной плоскости, пространстве. Это два параметра. Сейчас мы о них поговорим поподробнее. Они называются наклонение и позиционный угол. И зафиксировав вашу орбитальную плоскость в пространстве, вы должны зафиксировать орбиту в этой орбитальной плоскости. Это еще один седьмой площадный параметр, который называется... Да, долгота Периастра, который является седьмым в этом списке. И таким образом, задав все семь параметров, вы можете, ну, например, вычислять эфемилию. То есть вы можете на каждый момент времени предсказать, где находится у вас вторичный компонент, относительно главный. На этом слайде не надо в него вчитываться. Я, собственно, перечислил все эти элементы с указаниями по возможности единиц, в которых они измеряются. Как правило, у студентов с первыми четырьмя линейными параметрами проблем нет. А вот с углами... Да, здесь иногда... Я иногда путаюсь, и студенты иногда путаются. Я, поэтому, для вас припас, во-первых, картинку, на которой я постарался изобразить, что, собственно, происходит. Поглядите, у нас внизу. Северный полюс у нас справа. Вот эта светленькая плоскость – это картинная плоскость. Более темная – это плоскость орбиты. Вот этот угол – это угол наклонения картинной плоскости к плоскости орбиты. Позиционный угол показывает положение линии узлов, то есть линии, лежащие на пересечении этих двух плоскостей относительно северного полюса мира. Ну и, наконец, долгота пелиастра показывает, как орбита ориентирована в этой орбитальной плоскости. Кроме этого, я подготовил вам табличку. Да, эти три угловых элемента называются элементами Кэмбола. Здесь я перечислил эти элементы, от чего они отчитываются, к чему направление отчета, диапазон значений. Это все будет в вашем распряжении, но, может быть, еще одним небесполезным слайдом будет следующее. Наверное, мальчикам это будет интереснее, чем девочкам. В принципе, можно поставить в соответствии этим трем угловым элементам этой комбинации трех орбитальных элементов, этим элементом Кэмбола, те углы, которые определяют ориентацию самолета, пространства или суммы. Вы с такими вещами наверняка сталкивались. Вот, когда вы оперируете рулями высоты, то ваш самолет может совершать маневры вот в этой плоскости. Этот угол, который при этом изменяется, называется угол тангажа, или в случае судна, называется килевая качка. И в нашем наборе элементов Кэмбола это наклон орбиты. Следующая ситуация, которая у нас может приключиться с самолетом, это игра с элеронами. В этом случае ваш самолет меняет ориентацию вот в этой плоскости, то есть он вращается вокруг собственной оси. Угол, при этом который изменяется, называется угол крела. И аналог в орбитальных элементах двойных это позиционный угол. Ну и, наконец, аналог долготы Пелиастра – это так называемый угол курса или угол рискания, который вы меняете, меняя положение руля направления. Вот такие вот аналогии, которые вам, вероятно, будут полезны для понимания и запоминания орбитальных элементов двойных. Теперь давайте поговорим о том, какие именно орбитальные элементы мы можем определить у различных типов двойных. Я буду разговаривать здесь о трех наблюдательных типах двойных, которые я перечислял тремя слайдами выше. Это орбитальные двойные, то есть это визуальные двойные, где мы наблюдаем орбитальные движения в течение времени, за которым мы следим за нашей системой. Это спектроскопические двойные, где перемещаются линии спектра из-за эффекта топлива до кора, и это затмянные двойные. Сразу должен сказать, что из семи орбитальных элементов, которые я перечислял вам, четыре, а именно эксцентристет, период, нульпункт и долгота Пелиастра определяются для всех трех типов двойных. А вот что касается остальных трех орбитальных элементов, то здесь есть сложность. Вот эти три орбитальных элемента, это масса, это радиус. И сейчас мы с вами посмотрим, каким образом астрономы могут определить массу радиус, ну и орбитальные элементы. Тоже для этих трех типов двойных. Об этом мы почти говорить не будем. Позиционный угол малоинтересен нам с точки зрения параметризации компонентов. Скажу только, что не для стихоскопических, не для затмянных двойных он не определяется, а для орбитальных двойных он определяется, но с точностью до 120 градусов. Если ваш компонент двигается, ну скажем, вот таким вот образом для вас с Земли, то он может двигаться при этом вот таким вот образом. Для вас это выглядит одинаково совершенно, а при этом позиционно уменяется на 180 градусов. Есть такая неоднозначность в астрономе орбитальных двойных. Теперь давайте посмотрим, что мы можем сказать про большую полость. Если мы имеем дело с орбитальными двойными, то мы, да, определяем большую полость, но это наблюдаемая, это не линейная большая полость, она выражена не в линейных единицах, а в угловых. То есть мы можем наблюдать орбиту, которая загрязнена, если мне позволено так выразиться, параллаксом. Другими словами, если бы мы знали параллакс, который я обозначил здесь, группой бит, у нас была бы действительно да, было бы линейное значение большой полости. Для орбитальных двойных легко определяется из наблюдения угол наклона. Для орбитальных двойных можно определить, ну, по крайней мере, сумму масс из третьего заклона Кеплера. Правда, тоже она будет загрязнена параллаксом, поскольку мы имеем дело с видимой орбитой. И мы должны иметь представление, на каком расстоянии от нас находится видимая орбита. О радиусах компонентов мы сказать ничего не можем в данном случае. Спитероскопические двойные. Здесь я ввожу такие понятия, как SB1 и SB2. Это случаи, когда в спектре вы можете наблюдать набор линий только одного компонента или обоих компонентов. Первый случай реализуется, если ваши компоненты здорово различаются поблизу. Здорово в данном случае это полторы звездной величины. Если контраст между компонентами сильнее, то сладкий компонент в спектре вряд ли проявится, и вы, возможно, будете оперировать только с линиями одного компонента. Поэтому астрономы с особенной любовью открывают, наблюдают и вообще облизывают звезды типа SB2, когда вы имеете дело с сходными поблизости компонентами, и вы наблюдаете линии обоих компонентов в спектре. Что в этом случае можно определить? Мы можем определить большую полуось, умноженную на синус угла наклона. К сожалению, в спектроскопических двойных угол наклона не определяется без наблюдений. Итак, большая полуось, умноженная на синус угла наклона, масса, умноженная на куб синус равен, здесь тоже не определяется. Вот что мы можем понять, наблюдая спектроскопические двойные. Ну и, наконец, затменные двойные. Здесь история совсем простая. Мы не имеем никакого представления о большой поле России. И вообще затменные двойные нечувствительны к расстоянию двойных. То есть, если вы возьмете затменную двойную систему, увеличите все параметры в этой системе в два раза, а потом на два раза оттащите ее от наблюдателя, то с точки зрения наблюдателя она не изменится совершенно. Так вот, угол наклона определяется, да. А в качестве радиуса определяется такой параметр, который называется относительным радиусом. Это радиус компонентов, выраженный в единице большой полосе орбиты. Ну вот, казалось бы, эти наборы для орбитальных, спектроскопических и затменных двойных достаточно неполны. Но тут нам на помощь приходят ситуации, когда мы можем двойную систему наблюдать одновременно несколькими методиками. Представим себе ситуацию, когда в нашей орбитальной двойной нам удалось зарегистрировать перемещение в единице спектр. То есть, эта двойная система стала для нас еще и спектроскопической. Ну и наоборот, мы имели на руках метроскопическую двойную и какую-то чудесную методику, скажем, метрофелетрической, и разделили ее на два отдельных источника света. И другими словами, мы можем теперь каким-то образом комбинировать наше исследование. Эта комбинация намного больше дает. Мы имеем значение угла наклона, которое, будучи поставлено сюда и сюда, немедленно дает нам большую полуось и массу. Большую полуось орбиты и массы компонентов. В качестве полуоца мы получаем расстояние до этого объекта, потому что большая полуось у нас уже есть, полученная отсюда, и, будучи поставлено сюда, вы имеете не такой нейтринометрический параллакс, а параллакс, не знаю, как его правильно назвать, параллакс, определенный из наблюдения двойственности этой системы. То есть это одна из возможностей для астронов параметризовать компоненты двойной. В частности, обращаясь внимание, определять массу двойной. Другая удачная возможность, другой клантайк, это ситуация, когда у нас электроскопическая двойная демонстрирует затмение в системе. Опять все здорово. Мы опять имеем угол наклона, который мы получаем из анализа кривой блеска. И из анализа кривой лучевой скоростей мы знаем вот эти параметры, опять-таки мы получаем большую полуось и получаем массу. Получив большую полуось, мы немедленно получим и радиус компонента. Это несколько менее интересный параметр, чем массовый. Тем не менее, для исследования эволюции двойных этот параметр дает очень многое. Таким образом, вот эти типы двойных, вот эти комбинированные типы двойных, это два основных ключа, которые дают нам возможность получения, напрямую получения таких важных параметров, такого важного параметра звезды, как масса. Теперь вернемся к тому, заради, чему все это дело устраивалось. Соотношение массы-светимость. Вот в этой формуле, вот это начальная функция массы, то есть отношение числа объектов к единичному интервалу, в данном случае логарифов массы. Вот это функция светимости, то есть это число объектов, на единичный интервал, но в данном случае абсолютно звездных величий, это неважно. А вот это соотношение массы-светимость. И, точнее говоря, как вы можете видеть, это не соотношение массы-светимость, а производное соотношение массы-светимость. Это обстоятельство, то, что нам нужно знать, не только поведение этой функции, но и поведение ее первопроизводной, накладывает известные ограничения на точность, с которой мы должны знать эту функцию. Я сейчас вам чуть ниже на картинках покажу, к чему, собственно, от нас обязывают. Эмпирические соотношения массы-светимость конструируются по данному визуальных двойных с известными параллаксами и о спектроскопических двойных с затмениями. Собственно, эти два типа двойных я вам продемонстрировал выше на слайде, вот с этой желтой табличкой. Замечу только, что визуальные двойные с известными параллаксами, ну и со спектрами, это в основном объекты сравнительно малого сих. А вот спектроскопические двойные с затмениями, это объекты, наоборот, превышающие полтора, два, две массы Солнца. И здесь мы сталкиваемся с проблемой, о которой я очень позже расскажу. Теоретические соотношения массы-светимость, конечно, тоже мы ее можем и строить. Существует специальный модельер, которые умеют работать с моделями звездных атмосфер, которые умеют вычислять модели звезд и получать для набора выходных параметров набор параметров выходных, то есть наблюдаемых. Но они, конечно же, должны согласоваться с эмпирическими и используются эти работы, как правило, для исследования влияния различных веков, ну, того же химсостава или магнитного поля. Теперь давайте пройдемся по нашим знаниям о соотношении массы-светимости. Я буду говорить о трех диапазонах, маломассивные звезды, звезды убеленных масс и массивные звезды. Вот типичные картинки из публикации о том, как выглядят соотношения массы-светимости маломассивных звезд. Я обращаю ваше внимание, вот эти точки, это те самые компоненты двойники, для которых нам известны светимость и независимая масса, что дает нам, собственно, возможность построить соотношение массы-светимость. Так вот, я обращаю ваше внимание на достаточно большие наблюдательные ошибки, которыми, к сожалению, снабжены эти данные. А эти большие наблюдательные ошибки дают нам возможность провести соотношение массы-светимости, но вообще говоря, по-разному. Можно провести трак, можно, трак, как вот это продемонстрировано здесь. А теперь я напомню вам то страшное обстоятельство, что нам нужно знать не только значение функции, а значение ее производных. И вы понимаете, что, скажем, для двух соседних линий на этой графике, значение функции могут отличаться несущественно, а значение производных могут отличаться очень даже страсти. Если вы проведете здесь линию круче, а здесь, наоборот, более полного, то за счет того, что значение вашей производной будет существенно отличаться, существенно отличаться будут ваши результаты. Напоминаю, что вы используете это соотношение для получения начальной функции масс из наблюдаемой функции светимости. Другими словами, проблема с соотношением массы-светимость маломассивных звезд еще пока далека от разрешения. Недостаточно количество объектов, по которым мы строим эти соотношения, и недостаточно та точность, с которой нам известны эти параметры. Вы видели, что на предыдущей картинке, вы видели, что разброс точек далек от ниточного, и таким образом мы можем говорить о том, что реальные точки по каким-то причинам отходят от, ну, давайте назовем условно, фундаментального соотношения массы-светимость. Причин такого отклонения достаточно много. можно назвать, ну, например, вспышущую активность некоторых звезд, напомню, это маломассивные звезды, и для них вспышка это не проблема, это не редкость. Это аномалии химического состава, это относительная молодость. Все причины, еще несколько, которые, наверное, можно вспомнить, все причины, которые я сейчас назвал, приводят к тому, что для данной массы эта звезда будет демонстрировать завышенную светимость. И есть одна причина, по которой звезда может, наоборот, уползти вниз соотношение массы-светимость, ну, я так формально здесь вот дело нарисовал, то есть для данной массы звезда покажет заниженную светимость. Эта причина – это неразрешенная дубличность. То есть на самом деле вот эта звезда представляет из себя фотометрически недерешенную двойную. Что такое фотометрический неразрешенная двойная? Это двойная система, компоненты, которые мы не наблюдаем по отдельности. Мы наблюдаем интегральный блеск, и если мы из этого интегрального блеска начнем оценивать хоть что-нибудь, то мы, конечно, поравнемся, потому что неразрешенная двойная не обязана причиняться различным соотношениям. Так вот, если это, а я напоминаю, что эта звезда – это сама по себе компонент двойной системы, то есть если она еще содержит в себе субкомпонента, то есть если она не делала, на самом деле, с тройной системой, то в результате наша звездочка вместо того, чтобы сесть на соотношение массы-осветимость, уползет куда-то вниз. Это хорошо и плохо. Плох, потому что мы в результате, если начнем с помощью этой звездочки строить соотношение массы-осветимость, мы ошибемся. А хорошо в том смысле, что если мы предположим, что это действительно патометрически нерешенная двойная, попытаемся ее расколоть на компоненты, предположение, что эти компоненты должны удовлетворять нашему соотношению массы-осветимость, то есть попытаться сделать вот такую операцию, то мы можем таким образом параметризовать две звезды, ничего о них не зная, кроме интегрального блеска. Такие вещи мы с коллегами делали и, как показали дальнейшие наблюдения, делали правильно. То есть это еще один механизм для определения параметров компонентов правильной звезды. Ну вот, поговорили о соотношении массы-осветимость, маломассивных звезд, теперь давайте перейдем к звездам умеренных масс. Здесь картина, казалось бы, более благостна, но и здесь тоже не без проблем. При объединении данных о компонентах с петроскопическими двойными с данными о преимуществлении массивных компонентов в визуальных двойных обычно делается естественное предположение о схожести эволюции и физических характеристик этих двух типов систем. Например, есть визуальные двойные и есть петроскопические двойные с запнениями. И объединяя данные об этих типах двойных мы строим в соотношении масс-осветимость на всем диапазоне масс. Визуальные двойные – это преимущественно, напоминаю, маломассивные звезды, это близкие к нам объекты, собственно, именно поэтому мы их как визуальные двойные и наблюдаем. А спектроскопические двойные – это объекты, как правило, яркие и более далекие и более массивные. Ну так вот, давайте попробуем убедиться в справедливости этого замечания. Вот такая картинка. Значит, вот это логарифм радиуса, это спектральная классификация. Точки – это радиусы затменных двойных из некоего каталога астротетических параметров, каталога затменных двойных. А вот эта линия – это радиусы одиночных звезд, которые тоже взяты из довольно известного, что еще и, конечно, более поздняя версия довольно известного каталога, который компилирует все доступные сведения о радиусах или угловых диаметрах, когда они известны различных типов звезд. Таким образом, здесь, на этой картинке мы сравниваем радиусы звезд одиночных и радиусы компонентов двойных. И можно видеть, что, скажем, для спектральных типов А, ну и, скажем так, ранних М, радиусы компонентов двойных существенно превышают в среднем радиус одиночных звезд. А вот для Б звезд наоборот. Это симптом. Это означает, что эти звездочки почему-то, раз они демонстрируют различные наблюдательные параметры, это значит, что они ведут себя немножечко по-разному. Давайте попытаемся определить, насколько по-разному и почему, собственно. Дело вот еще. Как вы помните, наверное, из курса теоретической астрофизики, звезды ранних спектральных типов, в частности А звезды и ранние звезды, это то, что называется быстрый ротан. То есть это звезды, которые обладают большим осевым вращением. Если же мы наблюдаем такую звезду в тесной двойной системе, а я замечу, что петроскопические двойные с затмениями, о которых я с вами говорил уже 5 или 6 слайдов подряд, это системы тесные. Это системы с периодами, ну скажем, до 10-15 дней. А тесная система, это значит синхронизованная. Это значит, что компоненты давным-давно синхронизовали свое осевое вращение с обитанием. Если вы наблюдаете тесную двойную систему, где компоненты показывают асинхронное обитальное движение с осевым, можете быть уверены, что вы имеете дело с очень молодой системой. И это большая верность. Другими словами, большинство поставщиков масс, то есть компонентов с петроскопическими двойными с затмениями, это компоненты синхронизованных двойных систем, которые вращаются в соответствии с орбитальным периодом и следовательным минимумом. Вот эта картинка, это дело как раз иллюстрирует. Это опять стеклянная классификация, а вот это периоды вращения. Линия это периоды вращения одиночных звезд. Это тоже взятое из учебника. То есть можно сказать, что при переходе от О к БА с звездом, звезды вращаются все быстрее. Одиночные звезды, напоминаю, чем меньше период, тем быстрее скорость вращения. Потом скорость вращения начинает расти. А вот скорости орбитального вращения и, следовательно, оно же осевое вращение компонентов двойных звезд. Это те же точки, что и на предыдущем графике. Еще можно сказать, что компоненты двойных систем вращаются заметно медленно, с большими периодами, чем одиночные или изолированные звезды. Что такое быстрое вращение? Это добавление центробежных сил в тот букет сил, которые определяют эволюцию звезды. Это значит, что мы должны добавить центробежных сил к силе тикотения, силе газового давления, силе чистого давления и прочим вещам. Это означает, что параметры в центральных частях звезды будут отличаться для одиночной звезды и для компонента двойной одного и того же спектрального типа одной и той же массы, с одним и тем же происхождением. И, следовательно, они будут демонстрировать различные наблюдательные параметры. Есть еще один немножко менее важный эффект, который называется эффект селекции, преимущественно ориентация компонента двойной. Здесь ищет вот о чем. Когда мы с вами наблюдаем одиночную звезду, она нам может попасться в любой ориентации. Может быть, она смотрит на нас свои очи вращения, может быть, мы наблюдаем ее с экватора. А вот когда мы наблюдаем двойную систему, то здесь по определению, более скоро мы ее делаем с обменной системой, плоскость вращения лежит недалеко от луча зрения, от плоскости, плоскость обращения компонента двойной друг друга. Если предположить, что эти обращения суосны, то есть компоненты вращаются вокруг своей оси с тем же моментом, что и межнеправление, что и орбитальное обращение, то мы чаще всего видим такие компоненты с экватора. И, следовательно, все виды деформации тела звезды, все виды сплюзнутости мы будем обнаруживать именно у компонентов двойной системы. А у одиночных звезд, еще раз, нам это может попасться на глаза, может и не попасться, если мы наблюдаем нашу звездочку с полюса. Теперь немножечко о Б-звездных. Помните, что там ситуация немножечко другая была, два слайда назад на картинке. Изолированные Б-звезды главной последовательности имеют в среднем на 20% большую радиусу, чем компоненты запменной двойной. Здесь своя история относительно небольшое увеличение радиуса в процессе эволюции Б-компонента тесной двойной приводит к заполнению полости роша и приостанавливает дальнейший рост, а также исключает звезду из статистики разделенных систем. Я, может быть, неотчетливо артикулировал выше, когда мы имеем дело с петроскопическими двойными затмениями, то мы, конечно, имеем дело с разделенными системами. Мы должны быть убеждены, что эти системы не участвовали и не участвовали в взаимодействии, что нам не было никакого переноса массы, что эти два компонента эволюционировали независимо. Иначе мы должны просто выкинуть эту систему не статически, поскольку раз там был обмен массы, значит, мы не имеем права говорить о построении соотношения массы-светимой и звезд главной последовательности. Это уже не звезды главной последовательности. Так вот, для B пара соскочить со стадии разделенной системы очень просто, потому что B звезды большим по размерам и небольшое увеличение, эволюционное увеличение радиуса, небольшое сползание с главной последовательностью, то, что прошло бы незамеченным для A, F или G звезды, для B звезды фатально, она довольно быстро рискует превратиться в полную сдвинутую систему, и, следовательно, она будет в финансовой статистике, мы не будем ее принимать во внимание. Конечно, существуют и более широкие системы, и среди B звезд, но чем шире система, тем сложнее обнаружить затмение, просто из-за геометрии события для широких систем затмения обнаружит такую пару затмений существенно менее вероятной. Вот поэтому с B звездами картина тоже такая же удручающая. Теперь, что же мы в результате имеем? Это соотношение массосветимых звезд умеренных масс. Если рассматривать вот эти наши любимые компоненты спетроскопических систем с затмениями, то мы будем иметь, в общем, такую довольно лакосую картину, вот она здесь. Но, что же получается? Мы с вами только что показали, что данные затменных двойных не могут быть использованы для получения начальной функции масс одиночных звезд. Ведь что же? Мы взяли с вами фунтус светимости, построенную по одиночным звездам, которые вращаются быстро. А теперь взяли соотношение массосветимости, построенную, по крайней мере, на этом диапазоне масс, построенную по компонентам тесных двойных, которые вращаются медленно. И мы понимаем, что эти звезды эволюционировали по-разному и демонстрируют, вообще говоря, разное значение параметров, в частности, той же светимости. И применяем соотношение массосветимости, построенную по одному полосу звезд, с функцией светимости, построенной по другому полосу звезд. Это некорректно. Это, мы вообще говоря, право делать не имеем. Если же мы выбросим из рассмотрения эти звезды и оставим только те немногочисленные, которые достаточно широки, чтобы не допустить сохранизации в своей паре, то есть мы можем быть уверены, что компоненты действительно эволюционируют и эволюционируют независимо, то таких звезд окажется, во-первых, очень мало, во-вторых, среди них не будет массивных, ну и в-третьих, у них наблюдательные ошибки гораздо больше. И даже гепархис нам ничего путного в этом направлении не привез. Будем надеяться, что, может быть, что-то привезла Гайя. И привезет Гайя. И в этом случае потребуется ревизия начальной функции масс в том диапазоне масс, к которому мы привыкли ввести, к которому у нас как-будто особенных претензий не было. Ну вот, это было о вумеренных массах, теперь буквально один слайд по поводу самых массивных звезд. Здесь картинка еще более тушераздирающая. Звезд таких немного. Известны они, точнее, не они известны, а значение их параметров известно хуже, потому что массивные звезды по прогрению – это звезды далекие. И вот именно здесь как раз довольно часто граждане вместо функции светимости в качестве исходного материала для построения начальной функции масс используют функцию спектра. То, чем я вас пугал в начале своей лекции. И здесь ситуация тоже очень хорошая. Утешает только то, что эта область, ну, немножко меньше интересна по крайней мере звездами, чем область умеренных и особенно малых масс. И поэтому с непорядком в этой области, ну, в общем, мы вынуждены как-то мириться. Хотя говорить о том, что начальные функции масс массивных звезд нам хорошо известно, это тоже было бы, мягко говоря, преувеличением. Заключение по этому разделу следующее. Преждевременно делать вывод о форме начальной функции масс, поскольку популяции двойных звезд излучены недостаточно. Современные знания о соглашении массы светимость самых слабых и самых ярких звезд не позволяют делать определенные выводы о поведении начальной функции масс в этих диапазонах. А начальные функции масс для умеренных масс требуют ревизии, так как компоненты тесных двойных не могут служить материалом для конструирования соглашений массы светимости изолированных звезд. Теперь я добавлю пару ложек логтя в эту историю. Мы перестали говорить о соглашении массы светимости. Мы уже достаточно поплатили на эту тему. Теперь поговорим о том, как двойные звезды могут повлиять на другие этапы этого великого процесса получения, процесс получения начальной функции масс. Во-первых, функция светимости, то есть то, с чего, собственно, мы начинаем. Она определяется по данным на звездах на небольших расстояниях от Солнца, потому что я напоминаю, что для того, чтобы определить светимость, мы должны иметь какое-то представление о параллаксе, расстоянии до звезды. Существуют также фотометрические, так называемые фотометрические функции светимости, в отличие от локальной функции светимости. Они определяются по глубоким звездным подсчетам во взоры. Здесь мы не определяем напрямую параллаксы объектов, а привлекаем какие-то статистические соображения о расстоянии для этих объектов. Ну, хорошо. Для дальнейшего преобразования функции светимости в начальную функцию масс необходимо, часть этого я уже говорил выше, учесть неполнотонно наблюдательных данных, оценить долю звезд главной последовательности в данном ансамбле. Действительно, когда вы набираете звезды в вашу статистику для получения функции светимости, вы должны понимать, что там, да, там, конечно, будут подавляющие большинство звезд данной последовательности. Ну, если вы не соскочили на какую-то очень маргинальную группу звезд. Но вы должны почистить ваш ансамбль за гиганта, за ледай-богданой карли, ну, в общем, за все, что в главном последовательности принадлежит. Вы должны учесть поглощение межзвездной среды, особенно для фотометрической функции светимости. И вы должны учесть искажение формы функции светимости из-за наличия в статистике фотометрически неразрешенных двойных систем, о которых я вам говорил, когда мы с вами говорили о соотношении массы светимости. Действительно, если вы наблюдаете звездочку, которая на самом деле является двойной системой, об этом не подозреваете, вы наблюдаете интегральный приезд этого объекта и включаете ее вот так, как она есть. Функцию светимости, вы, в общем говоря, права не имеете. А с другой стороны, а что вам делать, если у вас нет никаких соображений о том, одиночная звезда не двойная. Как выглядит эта ситуация в реальности? Вот так примерно выглядит функция светимости. Она растет до определенного, до определенного, до определенного, особенно звездной величины. В зависимости от того, какая буквка стоит вот здесь, то есть какое фотометрическое полосе вы имеете в дело, здесь стоит число 12, 13, что-нибудь около этого. Предположим, что у вас есть звездочка, которая вносит вклад вот сюда, на довольно яркую часть функции светимости. Предположим, что это на самом деле двойная звезда, и если бы мы имели возможность разрешить ее на компоненты, то эти компоненты попали бы один вот сюда, другой вот сюда, на функцию светимости. Таким образом, вы должны будете исправить вашу функцию светимости, то есть вот здесь отнять, грубо говоря, один объект, а вот здесь и здесь по одному объекту прибавить. Это, конечно, искажает функцию светимости, то есть вы, во-первых, просчитываетесь с количеством, вы считаете, что он один или на самом деле два, а он, кстати, и больше, и во-вторых, вы должны учитывать, что вот здесь у вас будут объекты, которых вы не наблюдаете по отдельности, но которые вы обязаны учитывать, если вы пересчитываете компоненты поштучно. Если перейти к непрерывному, к непрерывному варианту предыдущего рисунка, то можно посчитать, что наблюдаемая функция светимости, это самая нижняя из того, что здесь будет нарисовано, это непрерывная линия, будет искажена за неразрешенные двойные системы в зависимости о наших представлениях об алсамбле этих неразрешенных двойных систем. Мы не знаем еще раз, какая звезда является на самом деле одиночной, а какая мы стараемся с этим неразрешенными двойными системами, но мы можем задаться некими предположениями, задать некую долю таких неразрешенных двойных и задаться какими-то соображениями о том, как эти двойные распространены, ну, например, по отношению нас, или что примерно то же самое по разнице блесков. В зависимости от этих предположений, они разные, наша функция светимости будет по-разному искажена. И последняя вещь, о которой я хотел бы сегодня сказать, это следующее. Когда вы получаете начальную функцию массы, вы в любом случае должны понимать, что она может быть опять-таки загрязнена и искажена как угодно наличием двойных систем. Я сейчас вам покажу некий простой численный эксперимент, и вы увидите, что неучет наличия двойственности вашего звездного алсамбля может привести к результатам весьма фаталии. Предположим на минуточку, что мы умеем определять массу звезд напрямую. То есть, предположим, что мы строим начальную функцию масс просто прямым пересчетом масс звезд наблюдения ламса. Мы должны понимать, что, помимо того, что мы собираем, помимо одиночных звезд, и помимо фотометрически незрешенных двойных звезд, о которых я говорил только что, в наш алсамбль попадут главные компоненты неких пар. Почему? И что, собственно, я имею в виду? Представьте себе, что у нас есть пара звезд, где главный компонент существенно ярче вторичного, или вторичный компонент очень близко к главному компоненту, и мы не видим его в лучах, или, наоборот, очень далеко от главного компонента, и мы вообще по ошибке не рассматриваем его как компонент этой системы. Таким образом, мы будем учить только главный компонент, и то, что мы досчитаем вот здесь, это будет не начальная функция масс звезд, а начальная функция масс главных компонентов системы. Существует обратная ситуация, когда мы наблюдаем только вторичный компонент системы, а главного компонента не наблюдаем. Пример тот же СИЛИУС. То, что мы с вами называем СИЛИУСом, это вторичный компонент системы, вторичный, менее массивный, изначальный компонент пары, более массивный компонент которой, ныне нам известен как белый галлик СИЛИУС-Б. Он прореволюционирован как более массивный, он прореволюционировал раньше соседа, и если мы не близы с СИЛИУСом, мы никогда бы не догадались, что это двойная система и что там существует белый галлик. Другими словами, вот эти случаи тоже не единичны, а достаточно распространены, и мы должны их тоже принимать на внимание. И они нам тоже искажат статистику. А как именно они искажают статистику, я вам сейчас покажу тоже с помощью такой вот коротенькой серии картинок. Давайте возьмем и предположим, что наши звезды каким-то образом распределены по массам. Ну вот это нечто напоминающее распределение Санкт-Петера. Очень мало массивных звезд, и чем менее массивная звезда, тем таких звезд больше. Возьмем вот такой ансамбль. Теперь предположим, что у нас есть второй ансамбль, вторая коррозивная, если угодно, точно так вот распределённых звезд. И попробуем смоделировать двойные системы, смоделировать пары, случайным образом спаривая эти объекты. Сразу хочу сказать, что не факт, что двойные звезды образуются именно по такому сценарию. Существует несколько сценариев образования и широких, и тесных двойных систем. Один из них, который в личной литературе называется random parent, как раз здесь и изображен. Т.е. предполагается в этом сценарии, что компоненты двойных систем распределены независимо, и каждый из них распределён в соответствии с какой-то, будем называть её, фундаментальной начальной функцией массы. Слово, например, степенная начальная функция массы. Вот мы образовали вот такие пары. А теперь я раскрасил здесь красным главные компоненты в своих парах, т.е. более массивные, а зелёным вторичные компоненты в своих парах, т.е. менее массивные. А вот теперь давайте отдельно соберём главные компоненты и отдельно соберём вторичные компоненты. Вот красный шарик из всего вот этого набора, они вот здесь, но зелёный шарик в соответствии здесь. Вы можете видеть, что распределение по массам главных компонентов заметно отличается от исходного распределения по массам. То же самое можно сказать и о распределении по массам вторичных компонентов. Оно тоже не напоминает нам то, что было изначально. Вы видите, что почти все массивные объекты приехали вот сюда, все более-менее массивные объекты естественно попали сюда. Таким образом, то, что мы называем начальник функции масс, если мы анализируем ее, глядя вот на это, то она будет заметно искажена. Но опять перейдем к непрерывному случаю. Вот то, что было нарисовано на предыдущем слайде в случае непрерывного моделирования. Вот эта линия верхняя это та самая фундаментальная начальник функции масс, с которой мы начинали. Если мы рассмотрим по каким-то причинам, а причине известны, это эффекты селекции, если по каким-то причинам нам в руки попалось начальник функции масс главных компонентов, то есть мы наблюдаем только главные компоненты, и вторичные компоненты мы наблюдаем совсем, то наша функция, которую мы ошибочно считаем начальной функции масс, будет выглядеть вот так. У нее будет явный недостаток маломассивных звезд. Они все отъехали к вторичным компонентам. А, соответственно, начальник, то, что мы называем начальной функцией масс, построенный во вторичном компонент, наоборот, будет иметь недостаток массивных объектов. Я обращаю ваше внимание на подозрительное соответствие вот этой линии тем начальным функциям масс, которые я вам демонстрировал в слайде на четвертом ребятам, когда показывал вам веник известных сейчас, наблюдаемых сегодня начальной функцией масс. То есть, строго говоря, не исключено, что фундиментальная начальная функция масс, так, по получению, к которому, собственно, стремимся, не здесь начинает уменьшаться. И вот это наблюдаемое уменьшение начальной функции масс к малым массам, это следствие технических эффектов сервисов. Ну так. Вот решим, я, пожалуй, по всей моей лекции. И сводится оно к тому, что если мы хотим с вами все-таки осмеливаться делать отверждение о форме начальной функции масс, то мы должны исследовать достаточно хорошо популяцию двойных звезд, для того, чтобы поправить функцию светимости за недвижимые двойные, чтобы сконструировать соотношение масса-светимость. В частности, это касается диапазона умеренных звездных масс. Ну и, наконец, изучая наблюдательную начальную функцию масс, мы должны понимать и уметь разделять, что мы имеем дело с начальными функциями масс главных компонентов, вторичных компонентов, неразрешенных двойных, ну и, конечно, одиночные звезды. Ну вот, сейчас уже будем потихоньку выпускать шасси. Я думаю, что кому-то из вас я уже показывал эту картинку. Это Абер-Эрой, известная вторая по яркости звезда в созвездии 9. Я хочу же дать вам вопрос. Почему, по-вашему, голубой компонент ярче, а, видава, желтый компонент ярче голубого? Вот вы пока подумайте. Вот так выглядит вопрос. А я вам покажу другую картинку на фоне этой. Несколько лет назад я сфотографировал нашу институтскую кошку. И, поверьте мне, пожалуйста, это было сделано обычной, ну и лицей, даже не телефоном. И здесь нет никакого фотошопа, и я до сих пор не понимаю, почему такой замечательный эффект, как Абер-Эрой, проявился. Но вопрос мой, конечно, относится здесь специалист. А вот как это вам говорит? Почему, по-вашему, желтый компонент ярче голубого? Можете предлагать вашу информацию. Я думаю, почему вообще этот вопрос имеет право на существование. Цвет звезды – это показатель температуры. Температура звезды, она главная последовательность, конечно, связана с массой. Масса связана и с сытимостью, и с радиусом. Другими словами, чем больше масса, тем больше температура, тем больше сытимость, тем больше радиус, тем голубее цвет. И мы должны поожидать, что голубой компонент по всем показателям должен превосходить желтый. В частности, по блеску. А здесь это никак. Размер больше. А громче? Размер больше. Значит, я переведу сейчас на нормальный человеческий язык, что хотел сказать студентам. Эти звезды относятся к различным классам светильности. То есть, было высказано следующее предположение. Возможно, голубая звезда – это действительно звезды главной последовательности, а желтый – это декабель. Да, законное предположение. В данном случае неправильное, но совершенно законное. Есть еще? Расстояние нехранное. Правильно. Расстояние разное. То есть, мы имеем дело с оптической парой. И, следовательно, мы, конечно, не имеем права требовать, чтобы они удовлетворяли какому-то из соотношений, о которых они уже выше. Да, это может быть оптическая пара. В данном случае это не так, но опять-таки предположение законное, правильное, замечательное. Давайте еще. Так, вспышка. Вспышка. Ну, это, конечно, довольно, ну, в общем, да, довольно маргинальная ситуация. Эта звезда изучена хорошо. Эта звезда входит, ну, в соль, в ярчайшие звезды мимо. И, конечно, если бы она обладала таким необычным характером, то, ну, наверное, я бы из нее не делал бы таких загадок. Может быть, нет. Ну, давайте так. Давайте я спричу несколько ваших высказываний. Может быть, одна из этих звезд переменна. И тогда, конечно, да. Тогда, если амплитуда переменности достаточно велика, то можно предположить, что, да, что эти звезды перестают и будут давать этим путям с опташением. Хотя переменность – это почти всегда следствие нахождения звезды ненаглавной расходительности. Поэтому вот эту штуку можно свести, наверное, к одному из предыдущих подозрений о различных классах светимости. Ну, вообще неплохо, да. Слышно. Еще что? Так, иссякает. Ну, ладно, давайте смотреть, что я вам не пас. Ну, вот об этом вы сами говорили. Об этом говорили тоже. В принципе, никто не сказал, что это наблюдение, что это наблюдение пронутится в благоприятной фотометической системе для этой пары. Может действительно придаить каким-то образом голубой цвет. И таким образом, да, у вас будет желтый поярче. Ну, наконец, можно предположить, что в этом направлении либо очень сильное поглощение, либо очень нестандартное. Конечно, конкретно в этом направлении, тем более, здесь, да, с вами не далеко находится, ничего такого нет. Но, в принципе, можно поглощение каким-то образом придушить голубой компонент и заставить его светить менее ярко, чем желтым. Это все вполне законные предположения. Правильный ответ находится на этом слайде заключается в том, что голубой компонент, как выяснилось в приближайшем рассмотрении, сам по себе является двойной системой. И, следовательно, как это и получается из всех вещей, которые я сегодня вам говорил, это фотометрическая незрешенная звезда и она показывает повышенную светимость. Вопрос? А голубой или желтый? Желтый, конечно. Тож, видите, пожалуйста, да. Желтый компонент является незрешенной двойной и показывает, следовательно, несколько повышенную светимость для своих характеристик, для своих цветовых характеристик. Ну и вот, это объяснено. Я могу предложить вам, наверное, большой список литературы, но поскольку здесь мы с вами подняли на самом деле очень много вопросов, очень много проблем, связанных с получением и соотношения массы-светимость, и начальной функции массы, то хорошо бы вам начать со взоров, а в этих обзорах вы найдете ссылки и указания на те вопросы, которые мы с вами сегодня обсуждали. Я, наверное, 1-го числа вам на этом закончу и мы переходим к вопросам вашим. Спасибо. Можно еще раз? Можете еще раз показать слайд, где диаграмма всех с пересечением одной, понимаете? А номер вы не запомнили? Это было в начале 1-го года. А вы знаете, как быстро перейти в презентацию на слайдную версию? 6-го года. Ну, вот обычно сделано вот так листать, да? Но мы можем сказать 7 и нажать на 1-го. Ну, мы промокнулись, но в принципе имеется в виду вот такая возможность делаться есть. Вот, да. Ага. Т.е. мы в основном говорили про вы, ну, нам рассказывали в основном про затмены и ну, давайте так, я вам рассказывал про это вот про это спутероскопические и вот позорные. А можете еще раз напомнить ЦПМ-скорщине? Это какие? Коман-пропомоушен это пары с общим собственным движением. Строго говоря, их не называют двойными звездами, потому что они не демонстрируют двойственность орбитальных движений. Точнее, не демонстрируют орбитальные движения, подтверждающие двойственность. Но ни для кого не секрет, что эта пара образовалась где-то в одном месте, где-то в одно время. И не исключено, что все-таки орбитальные движения существуют. Просто период настолько велик, что это орбитальное движение еще не проявилось в течение тех десяти или пятидесяти или ста лет, которые мы наблюдаем эту пару. Существует, кстати говоря, не только пара, а и группа звезд в собственном движении. Вам должно быть известно, что из семи ярких звезд ковша пять кроме самых крайних, крайних левых и правых группы, относятся к одной и той же кинематической группе и движутся примерно на полном направлении примерно за вопросом. Ну, я или же мужчина на вопрос. Я, правда, его, ну, может быть, уже выдавал, я не помню. Почему мы уверены, что функция масс-звезд производства в данной системе такая функция масс-одиночных звезд? Ну, речь о начальной функции, конечно. Вы знаете, мы, в общем, в этом уверены. Мы для начала пытаемся определить начальную функцию масс-звезд поля, куда входят и одиночные звезды, и двойные, причем в большом и неизвестном количестве. Как только мы натыкаемся на свидетельство того, что начальная функция масс-звезд не универсальная, мы начинаем искать причины универсальны. Я показывал вам картинку про начальную функцию масс-звезд скоплений и ассоциаций. По-видимому, коль скоро мы обнаружили, что звезды, будучи одиночными и будучи компонентами двойных, эволюционируют по-разному, мы, да, вы правы, должны говорить о том, что, вообще говоря, и начальные функции масс-звезды должны быть разными. Просто сейчас у нас нет возможности и долго не будет, я думаю, напрямую определять масс-звезд. Вот до недавнего времени мы определяли функцию светимости, мы верили в наше соглашение масс-звездимости, получали начальную функцию масс-звезд и говорили, о, как здорово. Сейчас выясняется, что мы берем эти агрегаты из озвучения разных наблюдательных распыслений, из разных типов небесных объектов. Хорошо это или плохо, количественно нужно исследовать. то есть понятно, что качественно это некорректно. А вот насколько мы проверяем количественно, это вопрос. Вот так я пошел в отличие. Следите по вопросам. спасибо. Еще раз. Приходите еще. В следующий раз я хочу привлечь ваше внимание к спецкурсу нового спецкурса по выбору, который стоит на всех трех кафедрах. Это спецкурс Бориса Михайловича Шустова, который называется «Космические грозы. Космические ресурсы». Я вас призываю посещать.